Прямо сейчас, к прямому эфиру телеканала Freedom, присоединяется Григорий Плачков, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования 2017-21 годов. Здравствуйте, Григорий, спасибо вам громадное, что нашли время. Приветствую вас. Добрый вечер. Знаете, сегодня мы детальнейшим образом, конечно, с вами говорим ситуацию, которая сложилась на Запорожской АЭС. Но, знаете, хотелось бы оттолкнуться от предыдущего сюжета, который мы только что видели. Тот самый опасный, страшный новости о возможном, потенциально, о возможном запуске ядерного оружия в космосе со стороны Российской Федерации, это все, конечно, ужасающе звучит. Давайте попробуем проанализировать вообще в целом, к чему это может привести весь этот потенциальный, потенциальная угроза. Ну, сложно ответить. То одна из причин развала Советского Союза, это были космические войны. Когда гонка вооружений, и Советский Союз также пытался вывести платформы с каким-то оружием, ядерным или не ядерным, на какую-то из орбит, для того, чтобы и Соединенные Штаты, кстати, тоже этим занимались, и разрабатывали были проекты, выведение оружия на орбиту. Ну, закончилось это все развалом Советского Союза и гонкой вооружений. Поэтому я думаю, что вряд ли у России хватит, у неуважаемой России хватит потенциала и хватит и финансов, и с технической точки зрения, для того, чтобы вывести ядерные ракеты на какую-то орбиту. Думаю, что пока об этом сложно говорить, но это мое личное мнение. Это очень дорого, и я не думаю, что... Как угроза, да, как манипулирование международным мнением, думаю, да. В реалии думаю, что что нет. Про ядерные преступления на земле Путина давайте поговорим. Захваченная Запорожская атомная электростанция, снова в фокусе внимания, это понятно, в МАГАТЕ заявляют, что 6 из 7 стандартов ядерной и физической безопасности полностью или частично нарушены. По словам генерального директора МАГАТЕ Гросси, с момента российского вторжения в Украину, станция в 8 раз была обесточена, а квалифицированного персонала для обслуживания не хватает. Вы специалист в этом направлении, можете рассказать, 6 из 7 стандартов ядерной безопасности нарушены. Что это за стандарты, и насколько опасно то, что почти все нарушено? Я думаю, что там не 6 нарушены из 7, а 7 из 7. Во-первых, это нарушена полностью вся физическая защита на станции, потому что есть прекрасные кадры в кавычках о том, как из машзалов, где находится турбинное оборудование, государство оккупант сделало зал для занятия спортом. Во-вторых, в машзалах находится тяжелая техника военная. В-третьих, сами военные находятся на таком объекте, как Запорожская атомная электростанция. Станция заминирована по периметру и за периметром. Второй момент – это персонал. Это очень один из самых, потому что человеческую ошибку, человеческий фактор в управлении такими объектами, как атомная электростанция, никогда нельзя исключать. Примеров много, вернее, не много, их три таких очень серьезных. Это три – Майлайленд, Фукусима и Чернобыль. И там в двух и в трех, я бы сказал, что даже в трех из них человеческий фактор всегда присутствовал. Это отсутствие вот этого лицензированного персонала по нашему законодательству, который знает и проектные, и технические решения, и изменения в проектные, и технические решения атомной электростанции. Третий момент – это охлаждение активных зон реактора после подрыва Каховского водохранилища, и после подрыва дамбы. Там все-таки существует проблема с самим охлаждением активных зон реактора, потому что воды не хватает. Вода поступает только из скважин, которые государство-оккупант набурило на территории Запорожской атомной электростанции в периметре. Да, это вопросы энергообеспечения собственных нужд, потому что станция действительно восемь раз садилась на ноль. Семь раз она садилась на ноль, один раз она частично садилась на ноль. И для обеспечения собственных нужд необходимо внешнее электроснабжение, а мы знаем о том, что линия электропередач обстреливается, станция остается или на одной линии электропередач 750 кВт, или на одной линии электропередач 330 кВт, или они обе находятся в работе, но чаще всего какая-то из этих линий повреждена или не работает. Такой очень еще тоже важный момент – это нахождение топлива в активной зоне реактора, потому что 5 энергоплоков находятся в состоянии холодного останова, один энергоплок находится в состоянии горячего останова. Это также достаточно такие высокие риски того, что пойдут какие-то непроектные события на атомной электростанции. И еще один очень важный момент – это ремонты, потому что есть информация о том, что ремонты в достаточном количестве не проводились. Есть технические проблемы – это течь из первого во второй контур, там есть достаточно много и открытой информации о технических проблемах на самой атомной электростанции. Поэтому я все-таки думаю, что все 7 вот этих факторов, которые озвучивает генеральный директор МАГАТЭ, они все нарушены. Нельзя говорить о том, что 7 из 6 или там, вернее, 6 из 7. Я думаю, что все. И все-таки государство-агрессор из Запорожской атомной электростанции сделал такую себе военную базу, понимая о том, что наши военные не будут обстреливать, понимая все риски, которые к этому могут привести. Вы знаете, Григорий, хотелось бы с вами более детально обсудить тот аспект, который вы уже затронули относительно персонала, относительно человеческого фактора. Давайте об этом поговорим детальнее. Президент украинской госкомпании «Энергоатом» Петр Котин отметил, что более 300 работников, не подписавших контракт с российским «Росатомом», лишились доступа к станции. Он добавил, что до начала полномасштабной войны в Украине тепловые блоки ЗАЭС были модернизированы. Они существенно отличаются от российских аналогов. Это очень важно. А для их обслуживания нужны квалифицированные кадры. Вот что заявил Котин. Там набран персонал из близлежащих городов, поселков, которые вообще не понимают, что такое атомная станция. Они ее лишь издали, видели. Давайте мы вообще объясним нашим зрителям, что из себя представляет АЭС и насколько важно, чтобы там работал профессиональный на самом деле состав людей. Ведь это вопрос безопасности действительно планетарного масштаба. Ну смотрите, до оккупации Запорожской атомной электростанции на станции работало 11 тысяч человек, которые обслуживали и работали на атомной электростанции. Для того, чтобы подготовить специалиста, которому разрешено согласно его индивидуальной лицензии производить переключения на блочных счетах управления, такой человек готовится от 8 до 10 лет. У него есть персональная лицензия, они тренируются, они проходят медицинский осмотр, каждый раз заступая на свою смену. Я согласен с руководителем эксплуатирующей организации о том, что на таком объекте должны быть люди, которые проходят специальную подготовку. И готовятся такие люди не один, не два и даже не пять лет. А поэтому набрать людей со стороны и дать им управлять атомными энергоблоками – это очень и очень большие риски. И действительно, за время независимости на пяти из шести атомных энергоблоков на Запорожской продлен срок службы эксплуатации. Во время независимости Украины мы реализовали такую большую огромную программу, она называется комплексная сводная программа по повышению безопасности, где вносились технические изменения в проекты и менялось оборудование, которого действительно на проекты подобные, ВВР-1000, что и неуважаемых русских, и наши запорожские энергоблоки, и не только, и южноукраинские, и ровенские, и хмельницкие, да, проект один, ВВР-1000. Но компоновка оборудования и внесенные технические решения и изменения, они разные. Тем более на трех энергоблоках на Запорожской атомной электростанции эксплуатируется топливо другого производителя, не проектного, не уважаемой компании ТВЭЛ, а шведско-американской компании Вистингаус. Это совершенно другие расчетные коды, это совершенно другая физика реактора. Поэтому и люди, которые не умеют и не готовились работать с такими кодами, с таким видом топлива, это также такое большое повышение рисков, что на атомном энергоблоке, на активной зоне реактора пойдет что-то не так. Поэтому и опять набрать не можно, да, завести с других станций российских персонал, который работал на подобных, ну не зная, проектных и технических решений, опять же это такая достаточно, это большие-большие риски. Спасибо большое вам за эту беседу, за ваш экспертный анализ. Как всегда были рады вас видеть. Григорий Плачков, председатель государственной инспекции ядерного регулирования 2017-21 годов, присоединялся к прямому эфиру телеканала Freedom.